Всем доброе утро. Я вообще поспала очень мало, потому что монтировала для вас видосик, который вот вышел в пятницу. И сейчас я еду на экзамен, и я поспала реально часа два, наверное, три. И очень переживаю, что сегодня экзамен. Очень боюсь. Надеюсь, что я смогу его сдать сегодня, реально. Я всегда, когда что-то делаю первый раз, я пипец как нервничаю. И надеюсь, что у меня всё получится. Пожелайте мне удачи, ребята. И приятного просмотра. Наконец-то я приехала. Вообще там негде припарковаться. Да, симпатично выглядит. Очень переживаю, реально, как-то переживаю. Вообще, мне прям уж трясёт. Ну, я так полагаю, что туда идти. Здравствуйте. На экзамен, который в 11 утра. Можете присесть, пожалуйста. Вот так, ребята, выглядит офис Яндекс.Такси. Короче, жду сейчас своего экзаменатора. Вообще, я очень боюсь. Надеюсь, что всё получится и всё будет хорошо. У меня аж прям трясёт, если честно. Это было капец как страшно, если честно. Прямо вообще трясёт. Прямо очень страшно. Где здесь кнопка-то вообще? Я даже не могла найти кнопку сейчас, чтобы вызвать лифт. Капец, реван. Было бы очень страшно было. Ну, такие вопросы, как бы, в принципе, всё вот написано у них на сайте. Драйвер Яндекс. Всё там написано. И может подготовиться спокойно. Просто, ну, там бывали нестандартные вопросы. В тесте, кстати, есть вопросы именно про то, где там находится театр, где находится какой-нибудь ресторан на крыше. Ещё что-нибудь там. На какой-то улице какой ресторан находится и тому подобное. Так что, ребят, посмотрите вот в своём городе, какие у вас там есть рестораны, где находятся театры. Там самая гулящая улица, скажем так. Так что вы тоже вот всё посмотрите. Ну, короче, в целом всё прошло не так страшно, как я думала. Я зря переживала. Ответ, конечно, я ещё не получила. Я получу его сегодня вечером, скорее всего. Мне сказали ждать ответ на телефон. Вот. Погода в Питере, как всегда. Да, дождливая. Поэтому я сейчас, короче, я хочу камеру и иду за своей машиной. Надеюсь, что там двор не закрыли. Просто места... Места просто вообще не было, то есть негде было припарковаться. Я просто очень опаздывала, да, простит меня, не ламинатор. Вот. И поставила машину во двор. То есть там были просто открыты ворота, я туда заехала и поставила тачку. Конечно, так делать нельзя, но у меня не было другого выхода. И я надеюсь, что сейчас я зайду в этот двор, он будет так же открыт, и никаких проблем у меня не будет. Добежала я до машины, просто я вся мокрая. Это капец какой-то вообще. Ужас. Обожаю Питер, конечно, просто это кайф вообще. Дождик. One love. И еще, если вы пойдете на экзамен, то одевайтесь лучше под расходу. Просто я нигде не видела на сайте про это, то, что нужно вот приходить, да, в костюме, там, и все такое. И мне, как бы, никто про это ничего не говорил, поэтому я вот пришла, как пришла. Понятное дело, что так работать я не буду, да, вы знаете, темно-синий костюм, темно-серый костюм, либо черный. Белая рубашка, блузка, юбка по колено, да. Вот такая вот форма одежды должна быть, и, как бы, я ей сейчас не соответствую. Но чтобы произвести лучшее впечатление, приходите реально под расходу. И еще в тестах, в тестах, там может быть не один правильный ответ, а несколько правильных ответов. И если вы выберете, например, один всего лишь ответ, да, а там, на самом деле, надо было три выбрать или два, то это считается как неправильный ответ. Так что, ребята, уже будьте внимательны, когда отвечаете на вопросы этого теста. Потом было личное интервью, когда мне задавали вопросы, спрашивали у меня, такие, на самом деле, ну, заковыристые вопросики. Типа, например, вот у меня пассажирка заплакала на заднем сиденье. Каковы мои действия? Как бы, я же не имею права, да, начинать разговор первый, поэтому я не буду у нее спрашивать, что у вас случилось. Я просто подложу воду и салфетки, и дальше уже пассажирка сама решит рассказывать мне, что случилось, делиться ли своими переживаниями или нет. А в экономе, конечно, бы я спросила, типа, а что случилось, там, ну, сразу начала бы успокаивать человека, потому что, ну, не дело тогда девушке сидеть и плакать. В общем, много разных вопросов, над которыми стоит задуматься. Вот, и будьте готовы к нестандартным вопросам. Все, что угодно могут спросить. Вот, но я на самом деле реально надеюсь на положительный результат. Я вообще капец как на это надеюсь, я очень уже хочу попробовать поработать в этой сфере. Работать я буду, как всегда, по парку Звездный. Это парк, в котором вы можете выбрать комиссию самостоятельно. Либо 3%, либо фиксированную оплату за заказ. А еще очень удобно, если вы работали с утра до вечера, то вечером вы получаете свои денежки. А если вы работали с вечера и до утра, то вы утром уже получаете свои бабосики. И получается, что выплаты парок Звездный делает 2-2 раза в день. Это очень удобно. Ссылочки на подключение и номер телефона оставляю в описании под видосом. Я настолько сильно нервничала, что когда заполняла документы, там, имя, фамилию, в графе фамилии я написала свое имя. Изначально вообще просто я очень сильно переживала. Я реально ненавижу экзамены, вообще, вот я люблю такую тему. Одно дело просто поболтать, да, а другое дело действительно прям, когда тебя спрашивают, там, еще что-то. Ну, хоть как бы спрашивают, знаете, то есть, ну, там реально приятная обстановка. То есть, нет такого, что на вас давят, там, еще что-то. Нет, обстановка совершенно приятная, то есть, не страшно. Даже успокаивающе такая, ну, типа, хватит переживать, да. Вот, но все равно было очень страшно. Я такая трусих. Когда что-то новое для меня, неизведанное, я всегда переживаю. Неважно, как бы, ну, я учила, там, не учила или еще что-то, все равно я очень переживаю. Сегодня я еще на смену выйду ближе к вечеру, потому что сегодня пятница. И по-любому, там, вечерняя, ночная такая смена будет, должна быть веселая, потому что все будут веселые, все будут отжигать. А пока, ребята, пишите в комментариях, пройду я этот экзамен, не пройду. Ну, ваше мнение, ваше, может быть, чувство какое-то, чуйка, я не знаю, там, как вы считаете, получилось у меня сдать экзамен или нет. И еще можете тоже мне вопросы задавать. Кстати, можете писать мне в мой инстаграм, в директ, кто собирается сдавать экзамен, тоже вам подскажу что-нибудь. Мне надо, короче, покупать костюм будет, ну, если я сдам. Надо будет костюмчик, короче, покупать. Потому что у меня нет такого ничего темно-синего, темно-серого, черного, белой блузки даже у меня нет, поэтому надо покупать. Я же не офисный планктон, вот, у меня немножко другая жизнь. Ну что, мой перерывчик закончился, я вот сейчас встаю на линию в вечернюю такую ночную смену, что я, если честно, мне прям так нос заложила, чувствую себя... Заказик прилетел с кэфом 1.4. И чё, и где? Я нажала принять, нажала. Заказик точно такой же мне вот прилетел, был только с кэфом 1.4, сейчас коэффициент, как вы видели, 1.1, и он просто пропал. То есть, как бы я нажала принять, и просто пропал заказ. Я не поняла, почему, короче, подача 3 километра. Здравствуйте. А чё здесь ждём? А здесь точечка у вас указана, вот, прям, вот здесь вот прям флажочек стоит. К выходу материнскому магазину. Ну вот, смотрите, Красносельская шоссе 33, вот здесь у меня флажок стоит. Да, 33 к магазину. Вот, и я прям вот здесь вот стою, вот где точка указана. Вас туда нужно? Вам неправильно сказали. Ну ладно, ничего, ничего. Самое главное нашли друг друга. Да, это хорошо. Здравствуйте. А сколько лет? Почти 11. Почти 11? Нифига себе. Ноча говорит, очень красиво хочет с вами фоткаться. Чего-чего говорит? Красивая. Да? Говорит, я с тётей хочу фоткаться. Спасибо. Сфоткаемся, сейчас приедем, сфоткаемся, не проблема вообще. Угу, 280 лет получилось. Угу. А, она вышла фоткаться. Споткаться? Да. Иди сюда. Давай я вот так подержу. Ну иди. Иди сюда. Так, сейчас, подожди, она что-то нажала случайно. Нет, это так и нормально. Это нормально, да? Точно? Ну давай. Так. Опять она что-то нажала. Сюда, да? Да. Всё, отлично. Угу. Держи. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. До свидания. Так. Угу. А теперь надо? Не, не надо. Не надо? Угу. Так прикольно. А, так, поездка 200 рублей стоила, 208. Мы проехали, а сколько мы проехали? 7 километров, наверное. Очень приятно было, очень милая девочка. Вот мама передала, что я ей очень понравилась, что она хочет с вами сфоткаться, и мы вот с ней сфоткались. Вообще прикольно, на самом деле. Правда, мне просто интересно, она меня узнала, или она просто захотела сфоткаться со мной. Вот мне вот это вот интересно. Вот. А так, конечно, прикольно. Вообще. Мне, кстати, сейчас ещё один заказ прилетел, подача 5 километров. Далеко, конечно, ехать. И ехать, блин, 11 минут, типа показывает навигатор. Девочки, можно побыстрее? А то вы тащитесь, как... Ну, понятно, кто. Идут такие ещё. Ещё такие идут, короче, модные, типа, и смотрят, кто там за рулём. Эти урочки. Опа-па. Заказик на Типанова, кстати, ребята. Неплохо. Неплохо. Чё-то какая-то шляпа, если честно. Чат с пассажирами, да? Сообщение пассажиру автоматически переводится на русский. Ой, на английский, а мне на русский водителю. И мне написали, здравствуйте, мы вызвали такси сотрудникам. Какой номер для связи передать? Я говорю, здравствуйте, мой номер. И пишу, как бы, номер. И мне написали, как бы, с вопросиком. Что это значит? Ну, не хочется, если честно, уезжать отсюда без бабосиков. Так бы, реально, с этим заказом прям на Типанова бы и уехала, блин. Я пытаюсь сейчас совершить вызов, но почему-то даже гудка нет. Вы слышали, да? Заказ от меня. Да больно хотелось бы в этот город, да? Ехать. Буду кататься здесь, поэтому, блин. Как он называется? По Пушкину. Просто сам факт того, что, ну, неприятно, то, что я приехала на заказ. Стояла, ждала. В самый последний момент заказ был изменен на наличные. Со мной очень странно общались. Очень странно. И как бы, блин. Еще тупиковый двор, из которого просто так, блин, не выйдешь. Ну, короче. Короче, я ничего за это не получила, за этот заказ. Я просто так прокатилась. Потратила свой бензин и свое время. Если честно, с одной стороны, я люблю заказы за наличку, потому что, ну, деньги у вас сразу в руках, да, как бы. И все замечательно. Ну, может быть, такая ситуация. Как бы, вот вы приехали, ждете, ждете, да, никто к вам не выходит, на звонки никто не отвечает, даже гудка нет. И вы не знаете, выйдет человек или нет, как бы, ну, что делать. Ну, такое бывает, это вообще не прикольно. Мне просто обидно за мое время, что я просто так, ну, сколько потратила минуту? Ну, может быть, около, около 10 минут. Опа-па. Ребятушки мои. Заказик прилетел с КФМ 1.4. В город поедем, ребята. 35 минут дороги. Надеюсь, что он безналичный, а не наличный, и что я также не потрачу свои 15 минут времени на ожидание пассажира, и в итоге никуда не поеду. Подача 1 километр. Опять, смотрите, оплата наличными. Открываю диалог. У меня здесь английский перевод автоматический, короче. Просто какой-то бред. Я сейчас подожду еще что-то 3 минут, по-моему, да, и могу отменять сама поездку без потери активности. Вот уже 6 минут, и я, короче, нахрен отменяю. Ну, просто, как бы, какой смысл вообще вот так работать, тратить 15 минут своего времени, просто так стоять, как бы, что за херня вообще? Просто так покататься. Знаете, я вышла просто покататься по Пушкину, посмотреть тут достопримечательности всякие ночью. Ну, ничего, таким людям, которые вот такую вот хрень делают, заказывают какие-то липовые заказы, им это вернется, как бы, я в это верю. Лен, заказ пришел. Не знаю, брать его не брать. Ладно, дать возьмем. Надеюсь, он будет куда-нибудь в нормальное место. Подача, кстати, всего 300 метров. Если честно, я уже устала ждать, правда, мне надоело ждать. И, как раз, я сейчас позвоню, просто спрошу. У людей пошло уже платное ожидание. Я звоню им, потому что я просто уже не могу больше ждать. Алло. Да, здравствуйте. Вас такси беспокоит. Вы скоро будете? У вас уже просто платное ожидание пошло. Час, я такси. Чего еще раз? Алло. Вот кто-нибудь знает, ребята? Переведите мне, пожалуйста, в комментариях, о чем они говорили. Вот о чем они говорили, да? Я так и не поняла, чем закончилась наша с ними история. Сейчас им еще раз позвоню. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. Нормально так, да, ребята? Нормально. Уже 5 минут платного ожидания пошло. 5 минут. Вот твари вообще, просто твари. Короче, я активно сейчас просто жалуюсь на клиента. На клиентов. Мне пофигу, правда. Я уже третью жалобу написала. Я реально, ребят, просто... Я, ну, по факту, час просто потратила на то, что съездила за клиентом, стояла его, ждала. И по итогу мне никто не вышел, ничего. Вот что это сейчас было такое, да? Я звоню, блин, со мной ни бэ, ни мэ на своем языке на каком-то. Вот реально, если кто-то понял, что они сказали, пожалуйста, напишите мне в комментариях, расшифруйте. Потому что я этот язык... Не знаю. Третий раз такое уже, ну... Ну, вообще кошмар. День, конечно, блин. Вот весь вечер испортили. Вот такие говноклиенты, реально. Просто ненавижу таких клиентов. В аду, чтобы они горели, блин. И по-любому мои любимые хейтеры, мои обожаюшки будут мне писать. Раз ты такая недовольная, что-то там работаешь, на-на-на. Это единицы такие бывают. Вот таких вот людей, которые и так заказывают такси. Давайте пишите. Очень жду ваших комментариев. Я девочкой могу пожаловаться, понятно? Если вам что-то тут не нравится, пожалуйста, до свидания. Окей? Не надо мне тут писать такие вот сообщения. Ну, как так можно, да? Вот как так можно? Зачем? Зачем вы тогда заказываете такси, если вы не собираетесь ехать? Или если, блин, ну вы не передумали? Так отмените вы поездку, позвоните вы водителю, да? Нахрена я вас стою и жду, вот нахрена? Вообще кошмар, правда. Если сейчас в Колпино такая же херня будет, я, правда, заканчиваю работать. Реально. Потому что, как бы, ну хватит, все. На самом деле, мне уже надоели такие заказы, пофигистические, скажем так, где люди просто позволяют себе все, что можно, вот все, что хотят они позволять себе, вот то они и делают в этом экономе. Поэтому все. Я не хочу больше в экономе, так сказать. Я хочу попробовать в бизнесе, в премиуме, в каком-нибудь там мультиме. Реально. Но никак не в этой фигне. Эконом у меня уже просто вот здесь сидит. Есть офигенские пассажиры, адекватные, реально. С ними приятно общаться, да? Там я приехала на адрес, ребята вышли, да? Я их, ну, сразу же, я их не ждала. Без проблем там расплатились, все, и ушли, как бы, да? Я их довезла. Но не вот так вот. Когда ждешь по 15 минут в общей сумме, и не от тебя игнорят? Ну, вообще, конечно. Капец. По-моему, видно, да, что у меня пар из ушей идет, и из ноздрей тоже. Мне прям все уже бомбит. Заказик прилетел. Подача 2,5 километра. Здравствуйте. Я стояла здесь на аварийке, ждала клиента. Клиент вышел, и мне сейчас надо поворачивать налево. И вот я сейчас перестраиваюсь. Да что вы говорите? Угу. Так, через сплошную, что ли? Я не собираюсь через сплошную. Я сейчас вот так вот перестроюсь и поверну. Да что вы говорите? Да что вы умный какой, а? Бесят меня такие дебилы просто. Ничего, что еще средняя полоса есть, придурок. Я извиняюсь, простите. Просто бесят такие придурки. Придурки. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. 91 рубль стоил заказик. Вы это видели, да? Как какой-то дед начал мне тут, объясняю, там 3 полосы. Одна, получается, полоса, на которой я стояла на аварийке, была направо. Посередине полоса направо и налево. И самая левая сторона, как бы полоса, она налево. Так вот, этот старый пердун поворачивал направо, получается, со средней полосы. И когда он подъехал, там еще красный был, я выключила аварийку, включила поворот налево, потому что мне по навигатору нужно налево ехать. Начал. Такой, куда ты там едешь? Ты-то куда едешь? Какая тебе разница? Зачем? Блин, вот ну как можно быть такими дебилами? Я не понимаю. Я никому не мешаю. Я вот сюда чуть-чуть так руля даю, и все, я уже на этой полосе, с которой можно поворачивать налево. Что за херня? Почему так вообще? Какого, извините, да, вот просто я перед ним должна отчитываться, как я еду? Ты кто, инспектор ГАИ, что ли, который у меня экзамен принимает? Или кто ты вообще? Просто старый пердун, вот и все. Все, это последний сейчас заказ я выполняю. И все, не хочу. Все, я устала, это все. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Перестраиваюсь, не поверите. В ряд в средний, из которого буду поворачивать. Блин, я на самом деле очень близко все к сердцу принимаю. Нельзя так, нельзя так. В такой работе вообще нельзя. Надо спокойно, аккуратно. И вообще, в принципе, за рулем. Тоже надо быть более спокойной. Но просто с такими дегенератами, как можно быть спокойной? Не понимаю вообще. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Доброе, девушка. Спасибо вам тоже. Я даже не ожидал, что у меня девушка здесь ждет. Ну, видите, как вам повезло сегодня. Вообще. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Девушка, было приятно с вами ехать. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. 212 рублей заказик стоил. Мужчина мне оставил 250. Короче, все, ребят. Я ушла. Ушла с линии. Больше не хочу. Больше не хочу работать, реально. Я хочу спать. Мне фигово. Очень заложен нос. Просто. Просто кошмар. У меня уже нервы на пределе. Я ведь действительно перенервничала на экзамене. И вот хотела вам сказать очень приятную, хорошую новость. Что я прошла экзамен. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Вот мне Яндекс прислал сообщение о том, что вы получили доступ к заказам в тарифах премиум, бизнес и комфорт плюс. Вот, ребят, смотрите. Это так круто. Это так круто. Все, теперь я буду искать машинку для работы в таких классах премиальных. И уже будет скоро моя первая смена. Я переживаю на самом деле, потому что это немножко другое. Я работала личным водителем, но там у меня другие были обязанности. То есть я не должна была открывать дверь, потому что я девушка. Не должна багажник открывать, помогать что-то с багажом. Только когда я одна за рулем. Ну, то есть без пассажира. Вот, и как бы там намного все проще было без таких обязанностей. Поэтому мне немного страшно, потому что это что-то новое для меня. И вот, и в общем, надеюсь, что все будет хорошо. Пишите в комментариях, насколько был полезный видосик по экзамену. Как бы я не могла вам все рассказать, к сожалению. Но если вы мне напишите в инстаграме, то я смогу как-нибудь вспомнить вопросы, поделиться с вами вопросами. И вообще, в принципе, более подробно как-то рассказать про экзамен. Ну, было страшно, правда, очень страшно. Очень надеюсь, что вам понравился мой видосик. Ставьте большие пальцы вверх. Обязательно пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всех очень сильно люблю. Пока-пока.